Рената Усатый человек номер три на прошлых выборах, он получил около 17% голосов. Завтра в выборах будут участвовать Майя Санду и Игорь Дадон. Майя Санду опережает Дадона примерно на 4%, и все может решиться буквально в следующие часы. Останется ли у Владимира Путина еще один вот такой друг в бывшем советском пространстве, как Игорь Дадон, или все-таки еще одним другом станет меньше? Рената, как вы считаете, кто победит? Ну, я считаю, что ввиду того, что Майя Санду набрала в первом туре 36, Дадон 32, есть мои 17%, я считаю, что победит Майя Санду. Потому что, несмотря на всю грязную кампанию, которая организована и в Молдове, и за ее пределами, люди устали от кульков. Почему от кульков? Потому что после появившегося сети видео, где Дадон берет кулек с деньгами у Плохотнюка, его даже дети в школах называют кульком. Поэтому попытка разделить людей на проевропейских и пророссийских, то, чем занимается штаб Дадона в течение последних двух недель, и то, что делают федеральные СМИ в России, это только озлобляет людей. Потому что, когда видят опять черный пиар, так называемый, который заполонил все, то есть, такое ощущение, что выборы проходят в России, а не в Молдове. То есть, каждые 20 минут новости на российских каналах, какой Ренат Усатый плохой, пытается дискредитировать меня перед моим электоратом, так решил штаб Дадона, по крайней мере. Хотя русскоязычные люди сегодня понимают, что сегодня они не идут голосовать за Майю Санду, так же, как и я призвал всех голосовать против Дадона, потому что Дадон – это символ коррупции, символ лжи в нашей стране. Ну, хорошо. Здесь, в общем, так или иначе вообще решается, будет ли Молдавия государством, либо это будет фейл-стейт, что называется, провалившееся государство, управляющееся снаружи коррупционными механизмами. Я правильно понимаю? Ну, вопрос даже не управляющийся снаружи. Вы поймите, Дадон стал пророссийским политиком, по-моему, в 2014 году. Он очень красиво поет на заседаниях Госдумы, на встречах с Путиным, но на самом деле это человек, который всю жизнь врал, и вы найдете в молдавских МИ сотни заголовков, что Дадон – самый лживый президент-политик в истории Молдавии. И его попытка пристроиться обещать постоянно много, а в результате за него эти обещания выполняет Путин. Ну, например, как решить проблему экспорта вина, фруктов и так далее. Свои обещания, которые он обещал внутри страны – решить вопрос вернуть миллиард, который украли из банковской системы, нужно провести иллюстрацию. Судьи, которые были в кармане Плохотнюка, сегодня в кармане Дадона. Все коммерсанты, все катрабандисты, которые были в кармане Плохотнюка, они опять сегодня у Дадона. И люди это знают. И сегодня, даже, вы поймите, при открытой поддержке президента России Путина, Дадон набрал 36. Это показывает, что за все годы его деятельности он ничего не сделал. Потому что в 2016 году, в первом туре он набрал 46 или 47. Скажите, а вы своих избирателей призвали голосовать за Санду, правильно я понимаю? Я выразился очень четко. Я сказал, что я никогда не был фанатом Майя Санду, но я всех призвал голосовать против Дадона. Потому что 17% граждан, которые за меня проголосовали, а я занял первое место на всех избирательных участках в России, второе место на всех избирательных участках Евросоюза, это люди, которые хотят перемен. Они хотят досрочно парламентские выборы. И за это они голосовали. Да. Ренат, вот вчера или позавчера была пресс-конференция с вашим участием, где вы говорили о том, что сюда, в Молдавию, послала некая группа из России, каких-то странных, то ли бандитов, то ли каких-то агентов, кого-то еще. И что это связано с теми обысками и арестами, которые, по вашей части, прошли в Москве. Правильно я понимаю? Да. Но арестов не было. В 2018 году по поручению некого генерала 5-й службы Дмитрия Милютина у меня провели дома обыски. После этого меня привезли в ФСБ на профилактическую беседу. Эти обыски проводили совместно следственный комитет с УСБ, ФСБ и несколько других управлений. Значит, у меня в гостях находились родители, которые всю жизнь работали учителями. У меня дома забрали все серверы, считали, что дома есть компромат на Додона, на Плохотнюка, хотя с Плохотнюком Россия там боролась эти годы. Значит, после этого меня привезли в ФСБ и предложили сделку. Говорят, напиши расписку, пункт номер один, что ты больше никогда не будешь критиковать Додону и партию социалистов. Пункт номер два, что я ухожу из политики молдавской по состоянию здоровья. И пункт номер три, я даю команду всем мэрам нашей партии, а мы на втором месте по количеству мэров городов, они должны все перейти в партию социалистов к Додону. То есть, наша партия должна была исчезнуть за счет слияния с партией социалистов, которую контролировал Додон. Ну, а вот сейчас, какие события сейчас происходят? А сейчас события очень простые. Значит, после, до первого тура ко мне приезжали одни люди от Чайки, ну, Чайка не, речь идет о сыне Чайки, Игоре Чайки, сын бывшего генпрокурора России, который говорит, так и так, в общем, ты вернулся, опять выиграл на местных, но нужно все-таки не участвовать в президентских выборах, которые будут осенью, иначе в Москве тебя ждут очень серьезные проблемы. И меня пытались засунуть в дело Захарченко, и то, что делают российские СМИ последние дни, федеральные, да, что усатый партнер Захарченко. Я его никогда не вял в лицо, никогда с ним не играл по телефону. Захарчик, в смысле, тот, который знаменитый полковник Смельярдера. Захарчик, у которого нашли полную квартиру денег. Потом меня решили засунуть в ландромат, это самое гнусное, потому что все преступники, которые на территории РФ сотрудничали с Плохотником, это Григорьев, который сидит в тюрьме, вся эта его шайка, которая вывела десятки миллиардов рублей из России через всем известную во всем мире молдавскую схему. Это люди, которых я всегда разоблачал, с которыми я боролся, и сегодня эти люди, сидя в тюрьме, к ним пришли также по поручению Милютина, но младшие сотрудники ФСБ, говорят, вот усатый вас разоблачал, дайте показания, что он организатор ландромата вместе с Плохотником Платоном. Меня засунули в это уголовное дело, 4 дня назад избивали в российских тюрьмах граждан Молдовы, которые, они бандиты, осужденные там за разные преступления, где перед ними ставили камеру и говорят, ребят, вот вы должны сказать, что усатый был вашим руководителем. Откуда у вас эта информация? Я в Москве прожил более 10 лет, и поверьте, после первого тура мне звонили и певцы, которых знает вся Россия, известные люди и спортсмены, и политики. Певцы не знают про то, что происходит в тюрьмах? Нет, я имею в виду, что про то, что там происходит, я хотел сказать, что это люди, которые меня просили в очередной раз успокоиться. А у меня есть очень много знакомых и в МВД России, и ФСБ, я сотрудничал много лет с главным управлением уголовного розыска, касаемо ликвидации всяких организованных преступных групп на территории России. Я имею в виду то, что связано с Молдавией, потому что было очень много транснациональных преступлений, где работали следственные органы России и Молдавии. Россия не могла сотрудничать с Молдавией, потому что Плохотню контролировал Генпрокуратуру, МВД, Центр по борьбе с коррупцией, Служба информации и безопасности. И приходилось, скажем так, идти где-то окольными путями для того, чтобы… Поэтому то, что били людей, то, что начали за рубежом по поручению этого же Милютина, близких моих людей сразу после первого тура и в Москве, и в некоторых других городах, просто людей приглашали на улицу переговорить, их избивали. И стоял сотрудник ФСБ, который снимал это все на телефон, и у людей просили, дайте показания, что Ренат Усатый предатель, что он продался американскому посольству. Люди отказывались говорить такое. Несколько таких статей я встречал сейчас в российской прессе. Да, поэтому вот эти негодяи, по-другому их не назовешь, вот Милютина и вся эта его команда подчиненных, пятой службы ФСБ России, они перешли просто красной линией. А то, что отправили сюда бандитов, которые одни занимаются мобилизацией таких же преступников, как и они для митингов Додона на понедельник, и другие там пытаются также запугивать моих людей в территориях, опять предлагать под страхом физической расправы дать какие-то даже не ложные информации, они даже бред просто говорят. А правильно я понимаю, что схема такая, если выигрывать Санду, то Додон не признает свое поражение? Вы знаете, я думаю, что даже это его не спасет, потому что Додон вчера вечером просто рвал и металл, и вот вчера были митинги организованы им, на которые он кричал, дадим в морду нашим оппонентам и так далее, все это уже истерика. Это на ступеньках президентского дарца. Да, вчера ему представили поздно вечером финальные опросы, то есть без голосов диаспоры, имеется в виду граждан Молдовы и за рубежа, вчера вечером цифры ему показали 54 на 46 в пользу Майя Санду, и Додон естественно рвал и металл. Вы поймите, он в Москве даже пообещал, я предстал информацию на одном частном телеканале позавчера, мне попали одни из отчетных Додонов по расходам. Значит, это цифра более 11 миллионов евро, за которые он отчитывался в Москве, как он их потратил. И он обещал, что выиграет в первом туре. Понимаете, и сейчас он также кричит, что победа будет убедительна, будет за нами. Ну, я думаю, что ему нужно... Сценарий развития событий какой? Это насильственный протест, ненасильственный протест и вообще отсутствие протестов? Вы знаете, без вмешательства каких-нибудь профессиональных провокаторов из-за рубежа у Додона нет шансов. Вы посмотрите на детей, которые были вчера на митинге, это люди, которым дают 10-20 евро в день, которые кричат, Додон наш президент, вы посмотрите на мои митинги, где тысячи человек кричат так, как будто их 20 тысяч. И у Додона, когда приходят 2000 человек, они шепотом, ну, люди за 20 евро с флагом должны постоять 20 минут. Поэтому протестного движения Додон никогда не мог организовать. Но если будут провокаторы завезенные, и как у нас сейчас идет работа по всем следственным изоляторам в Молдове и по тюрьмам, да, что вот так и так, там бандиты должны давать сигнал тем, кто на свободе, для того, чтобы объединиться в группы и выйти и поддержать победу Додона. Ну, то есть, он им говорит пока про победу. То есть, он же всем продолжает врать, что он победит. Какова роль избирателей с молдавскими паспортами, живущих в Приднестровье? То есть, граждан Приднестровья, у которых есть паспорта Молдавской республики? Вы знаете, важны голоса всех избирателей, но, вот, например, в первом туре из Приднестровья проголосовало 14 тысяч человек, в Москве 5. Я вам могу назвать цифры на завтра. Значит, Додон на завтра в России готовит подвоз до 25 тысяч человек, и с Приднестровьем он хочет привезти до 40. То есть, чтобы хоть как-то противостоять... С Приднестровья на участке в Молдаве? На участке в Молдаве. Потому что это единственный путь для него, как-то противостоять голосам из-за рубежа, он не может организовать подвоз в европейских странах и Соединенных Штатах Америки. Тем более, платить деньги за голоса. Мои коллеги опубликовали сотни видео с первого тура, где привозили людей из Приднестровья, как им предлагали деньги за голоса в пользу Додона. И он хочет этому как-то противостоять. Потому что вы поймите, в диаспоре, то есть за рубежом, на всех избирательных участках, моя Санду набрала 60%, я в 18% и Додона набрал 4% или 3%. Поэтому только за счет Приднестровья и подвоза в Россию он попытается завтра как-то победить. Плюс уже появились аудиозаписи в соцсетях, буквально пару часов назад, о том, что обзванивают граждан Молдовы, которые работают в России. Говорят, если вы завтра не сможете прийти на выборы проголосовать за Додона, отправьте, пожалуйста, нам копию вашего паспорта. И мы это сделаем за вас. У нас уже есть breaking news, появились молдавские смены, информация. Плюс, когда сегодня ходят участковые по домам в России, приезжают на такие рынки, как теплый стан в Москве, как Фудсити, где просто людям говорят, ребят, кто не проголосует в воскресенье за Додона, ждите депорта. У нас есть все ваши данные и так далее. То есть, это не то, что вмешательство, это я бы назвал террором, понимаете. А репрессиями в длину никто никогда не выигрывал. История-то как бы... Но все-таки ожидается ли, в случае, если побеждает Санду, ожидается ли, что Додон не признает результаты выборов, потребует пересчета голосов, поведет себя как Трамп? Вы знаете, Додон является абсолютно ручным президентом, поэтому, что ему скажут, вот тут есть штаб 32-х человек, политтехнологов из-за рубежа, которые работают. Плюс, наверняка, он будет ждать рекомендации, такие как Милютин ФСБ в Москве, потому что он сам ничего не может, понимаете. Я Додона знаю, когда он у меня в предбаннике сидел в Москве, ждал аудиенции, когда еще жил в Москве, до того, как я занялся политикой в Молдавии. Это очень трусливый человек, человек, у которого никогда не было своего мнения, человек, который всегда ждал, что вот за него все делал Молдавий Плохотнюк, пока он находился в Молдавии. То есть в 14-м году Додон… Мы помним, что Плохотнюк – это такой одновременный Березовский и Гусинский Молдавии, то есть такой черный гений, что ли, страны, олигарх с состоянием, превышающим несколько миллиардов долларов, который якобы замешан во всех… Ну, не якобы, у нас… В грехах Молдавских тем, и лундрамат, и отмывку денег, и контрабанда, и управление политиками, и коррупция, в общем, во всем виноват Плохотнюк. Нет, он не то, что виноват, у нас есть новый генеральный прокурор, где все эти преступления, в чем обвиняла оппозиция Плохотнюка во время его режима, они подтверждены, то есть, и есть уголовное дело, где доказано, я опубликовал отчет Кролл, который все искали год, не могли найти, три года его искали, в прошлом году опубликовал, где написано, что Плохотнюк и Шор – главные бенефициары кражи миллиарда, как бы из банковской системы, на эту тему сегодня есть уголовные дела в Молдавии, впервые, когда прокуратура начала что-то делать против… Все-таки, значит, завтра Дадон, если он проигрывает, он, скорее всего, признает свое поражение, правильно? Нет, я… Все зависит, какую команду ему дадут завтра вечером, и поверьте, что даже Дадон, сейчас, если он захотел бы единственный раз в жизни быть очень искренним с вами, он бы вам не сказал, что он будет делать, потому что он не знает, за него это всегда решали другие люди. Важно ли для России, важно для Путина сейчас сохранить влияние здесь? И достаточно ли полномочий у президента, они здесь не очень большие, чтобы проводить, допустим, линию Москвы? Вы знаете, я очень надеюсь, что президент Путин и его ближайшее окружение, которое занимается внешней политикой, все-таки реально посмотрят на то, что происходит в Молдавии. Не будут читать эти абсолютно лживые доносы из ФСБ и некоторых чиновников. Сегодня начинают они за счет вот этих бездарных действий, как фабрикация уголовных дел против меня, то, что сегодня показывают российские СМИ с утра до вечера, они тем самым начинают строить стену между Молдавией и Россией, и они уже привели к тому, что именно люди, которые за сближение России, с каждым годом их становится все меньше и меньше, потому что когда видят, как раньше Филат был лидером проевропейской оппозиции, больше всего схем преступных реализовал, и начал падать уровень доверия к евроинтеграции. У граждан, который был в 2009 году 65%, благодаря Филату и Плохотнюку он стал 35%. То же самое, 4 года назад за отношения с Россией выступали порядка 60% опрошенных, сегодня их уже 35%, потому что именно лицом сближения с Россией был додон. Понимаете, это то же самое, что вора в законе взять назначить министром внутренних дел. Понимаете, то есть, поэтому, если Россия не пересмотрит свое отношение к Молдавии, если не будут тянуть за уши всяких негодяев, потому что тот же додон, вы можете найти видео в интернете, 5-6 лет назад говорил, что такое таможенный союз, что такое Россия, да это все популистами и так далее, и так далее. Как подсел на иглу Миллера в Газпроме, сразу стал серьезным пророссийским политиком. Ну, то есть, сейчас настроение об объединении с Румынией, и вообще этот вопрос на повестке этих выборов не стоит, правильно? Нет, не стоит. Это ложь, то есть, то, что говорят, что вот если выиграет Санду, то в течение двух лет будет объединение с Румынией, запретят русский язык. Я встречался с Майей Санду, я ей задал 5 вопросов от русскоязычных жителей страны, и она даже вышла на один из телеканалов, и ответила на все эти вопросы, и дала слово, что, например, додон, который контролирует все в стране, он ничего не сделал для русскоязычных граждан. Я сохранил в стране десятки русских школ, он сделал ноль. И когда я Санду объяснил, что, послушайте, даже в европейских государствах сегодня, когда вы покупаете лекарства, есть описание на английском, французском, немецком, польском, турецком, венгерском, и Майя Санду согласил, что, Ренат, я полностью с вами согласен, что у нас люди в стране говорят на пяти языках, молдавский, русский, гагаузский, болгарский, украинский, значит, это описание должно быть на пяти, она пообещала мне, потому что я объединил граждан страны именно тем, что я вот в Бельце как мэр, извините, важный момент, вот пугает, что запретят 9 мая, день победы праздновать в Молдавии. Вы поймите, у нас часть жителей страны 9 мая отмечает день Европы, вторая половина, даже больше половины отмечает день победы, и нельзя людям запрещать праздновать день победы тем, которые они его праздновали всю свою жизнь, в том числе я, и тем, которые празднуют день Европы. У нас одни празднуют Рождество 24 декабря, другие 7 января, опять же, некоторые празднуют и 24 декабря, поэтому сегодня вот попытка искусственно разделить общество за счет фейковых... Я имею в виду, что возрастут ли прорумынские настроения, если баев сам... Нет, они возросли из-за Додона, потому что Додон работал пугалом до сих пор, рассказывал всякие байки и небылицы. Чтобы вы понимали, до Додона за объединение с Румынией было порядка 10% граждан страны. За 4 года президентства Додона унионистов стало 25%. Вот вам результат работы Додона, потому что он разделял общество, постоянно провоцировал всех. Есть ушлые политики, которые ему в этом помогали. Один придумывал снести памятник советским солдатам и заменить на памятник румынскому языку, как они говорили. И вот людей отвлекали абсолютно от тех проблем, которые у нас есть, коррупция, от кражи миллиарда и так далее, вот такими придуманными политехнологами ситуациями. Не угрожает нам сегодня. Ваш прогноз на завтра, давайте в процентах, если можно, сейчас суббота, поздний вечер, завтра целый день впереди, и в понедельник ваш прогноз сколько? Смотрите, я считаю, что, опять же, я опираюсь на то, что я просто экономный молдавский гастарбайтер, поэтому за 10% у меня копия опросов Додона, чтобы не заказывать их отдельно. Если 54 на 46 было сегодня ночью в офисе Додона в пользу Майосанду, без подсчета голосов Диаспоры, и если даже Додон организует 25 тысяч, например, завтра за счет подвозов на участках в России, до 40 тысяч из Приднестровья, мне с трудом в это верится, а Диаспора в Европе это было 140 тысяч человек, то процент, разница вырастет не в пользу Додона. То есть, может, 54, которые есть сегодня у Майосанду, могут превратиться в 56-57 на финише. Спасибо, Ринат Усатый, кандидат в президенты номер 3 на первом туре президентских выборов. Своих избирателей призвал голосовать против Игоря Додона. Ну а завтра мы увидим, чем все закончится в Молдове. Продолжение следует...